всем привет недавно был вопрос если фиалка пестролистного сорта но растет полностью зеленой как быть с размножением подойдет ли такой лист для укоренения и передаст ли он сортовые признаки будет ли фиалка в дальнейшем пестролистной на канале есть видео как ухаживать за пестролистными сортами как возвратить фиалке пестролистность ссылочку оставлю ниже но что касается укоренения таких листов то как раз если у вас фиалка со слабо выраженной пестролистностью то вы можете смело снимать такой фиалки лист зеленый лист он замечательно подходит для размножения для укоренения как раз и выбирают не слишком старый лист он может быть и с нижнего ряда но с хорошим туркером и при этом чем больше зеленым он будет тем лучше как раз где меньше всего контрастных пятен такой лист лучше укорениться поэтому если у вас фиалка со слабой пестролистностью или вовсе она отсутствует сменив условия содержания пестролистность можно вернуть но размножить такой лист уже можно сейчас снять его с розеточки и начать укоренять без проблем наоборот от белого листа без хлорофила который вероятность получения деток будет минимальным вот лист пестролистного сорта весь зеленый практически еле-еле заметно с краю тончайшая каемочка так он вот весь зеленый но детки растут уже пестролистными очень быстро он во-первых укоренился быстро начали проклевываться детки и вот они уже вот такие пестролистные это нормальное явление так и должно быть причем сначала они были белые но чем старше детки тем они будут зеленее и отсаживаем мы таких деток когда у них появится больше зелени то есть детки должны позеленеть если отсадить их слишком рано если отсадить их полностью белыми то такие детки не приживутся вот это все что касается пестролистных сортов чем зеленее лист для размножения тем лучше смело можно укоренять такие листы они как раз и подходят такие листы для размножения то есть не надо ждать когда фиалочка станет пестролистной чтобы только потом снять с нее лист алис можно уже снимать сейчас даже зеленый такой вот ну а почему фиалка потеряла свою пестролистность тут много факторов может быть и освещение и температурный режим и неправильная дозировка удобрений вот ссылочку оставлю под видео как вернуть фиалки пестролистность на этом буду заканчивать вам отличного настроения задавайте свои вопросы вашим фиалочкам пышного красивого цветения всем пока